Ну что ж, мы снова здесь, на этом балконе, и давайте попробуем допрыгнуть на этот уступ. Я полностью разделся, чтобы снизить свою массу, и у меня получилось, и даже, как ни странно, с первого раза. И этот чертов хранитель сломал мой балкон. Если честно, я первый раз вижу, что сам хранитель ломает балкон, обычно я это делал сам по дурости. Ну вот, что-то всегда бывает в первый раз. И после того, как этот хранитель сломал балкон, там стало еще более опасно, но все еще можно туда допрыгнуть. Главное теперь не торопиться. Лучистый самоцвет. Этот хранитель не агрессирует, поэтому давайте просто спокойненько приоденемся. Так, парень, я надеюсь, ты здесь больше ничего ломать не будешь. Почему бы нам не воспользоваться нашим серпом? Да, я ошибался, этот серп ни хрена не пробивает щиты. В общем, полная хрень этот серп. Душа отважного воина и алая вода. Да уж, это не стоило стольких мчений. Вернем пока нашу рапиру взад. И теперь проблема отсюда выбраться. Можно, конечно, использовать косточку возвращения, но я все же рискну. Блин, лучше бы я использовал косточку возвращения. Ну что ж, теперь еще осталось не допрыгнуть туда и потерять все свои души. И можно продолжать спокойно дальше. Так, ну я допрыгнул. Забираем души. Не так уж их и много на самом деле было-то. И валим отсюда. Пока я тут бегал взад-перед, мне выпало пару интересных вещей. Это щит голема. Непростое искусство изготовления големов. Немногое, что дошло до нас от двух исчезнувших королевств. Обожая яды королева, пользовалась этим искусством, чтобы заманивать ничего не подозревающие души в проклятую долину. Два исчезнувших королевства, это имеется в виду Алкин и Вен, судя по всему. Так, и мне еще выпала куртка хранителя могил. Хранители склепа стерегут покой спящих мертвецов, слезят за тем, чтобы они не проснулись. Хранители одинаково заботятся обо всех. Подобный лор мы уже читали. Можно, кстати, даже примерить этот сет хранителя могил. У нас также еще есть и маска. Не хватает только наручей и поножей. Да, не наручней и поножней, а наручей и поножей. Да, я исправляюсь, ребят. Я пытаюсь, но иногда у меня все-таки проскальзывают эти ослама-паразиты. Я вот думаю, с чем мне выступить против босса, чтобы отрубить ему хвост. Наверное, для этого, скорее всего, неплохо подойдет либо Фальшион, либо Утиготана. Я все же склоняюсь к Утиготане. И выберем какой-нибудь щит. Давайте возьмем щит Архидракона. У нас таки мы еще не бегали. Так, еще давайте посмотрим, что у нас тут с кольцами. Теперь нам старое кольцо льва особо не нужно. Кстати, я не прочитал кольцо Ковенанта Наследника Солнца. Кольцо Ковенанта Наследники Солнца немного увеличивает атакующую силу чудес. Поклонение Солнцу давно забытая вера, но когда-то она была широко популярна среди Великих Воинов. Члены этого Ковенанта могут оставлять свои золотые знаки, чтобы их братьям было проще их призвать. Давайте просто поставим кольцо, которое дает больше душ. Вот эта чертова кнопка, на которую я в прошлый раз наступила и получил три стрелы в лоб. Так, и теперь нам нужно... Да, они тут, конечно, не восстановились. Так, он упал. Или, скорее всего, сейчас пойдет... Да, обходить. Блин, учитывая то, что у них нет голов, они очень сообразительные. Здесь еще один у нас голем, который спрятался, но не хочет вылазить. Ну и черт с ним. Так, я думаю, что пора уже использовать человеческую фигурку. Что это за сранец? С луком. Здесь нам пригодятся огненные бомбы. А нет, она же не взрывается, она просто открывается. Ну, все равно, чтобы убрать эти урны. Можно было, конечно, воспользоваться обычным арбалетом. Но бомба-то эффектнее. Пока она ничего не подозревает. Черт, всего лишь дракония талисмана. Я надеялся, что она даст часть своего сета. И кварцевое кольцо мага. Такое у нас уже было. Это улучшенная версия, плюс один. То есть еще лучше защищает вас от магии. Забавные лямки болтаются на этой броне. Здесь у нас... Да! Здесь у нас много кого есть. Так. Ну, уже поздно есть мох. Проще перетерпеть. Давайте поставим наш арбалет. Не будем испытывать судьбу. И сделаем все более надежно. Опять трава. Если бы мы не убрали яд, то здесь бы вот это все... Все это место было бы затоплено ядом. Парень отстанет от меня. Так. А где-то ползающая труди. Ух ты. Сразу два. Камень кровотечения. Да. Удары в прыжке их даже станет. Куда? Полечиться он хотел. Ух ты. Копье из черного серебра. Копье из черного серебра, наполненное силой тьмы. Стражи могил поклялись хранить покой спящих в склепе нежити. Если кто-то решится его нарушить, стражи могил похоронят наглеца рядом с остальными, независимо от богатства и влияния. Один такой вопрос. Что они здесь делают? Вроде как это не склеп нежити. И, кстати, как раз вот через эту дыру и выливался весь яд. И здесь уже можно пройти к боссу, но также здесь можно призвать третьего NPC, шута Томаса, который очень мощный пиромант и вообще может практически в одиночку справиться с боссом этой локации. Так, ну давайте сходим еще в пару мест. Сюда наверх. Здесь у нас наверху бочки, но помимо этих бочек парочка иллюзорных стен. Нечто окаменевшее. И секретный костер. Я думаю, стоит отдохнуть. Здесь у нас еще осталась одна необследованная комната, и это очень забавная комната, наполненная этими ядовитыми жуками-грибами. И здесь у нас еще один сундук, но необычный сундук. Если хорошенько приглядеться. На нем, во-первых, по-моему, нет замка, в отличие от остальных. И немножко можно разглядеть зубы. Да, это первый мимик в игре, которого можно встретить. Ну, по крайней мере, если будете проходить игру в такой последовательности. Ну, по крайней мере, для 95, наверное, процентов игроков этот мимик будет именно первым. И здесь также можно еще использовать камень фароса, чтобы впуститься в воду. Но если вы не сожгете мельницу, то вместо воды здесь польется яд. И давайте кое-что попробуем. Да, у нас есть талисман Эллойда. И учитывая, что этот мимик попадается уже спустя значительное количество проведенного времени в игре, игрок уже может расслабиться и подумать, что во второй части мимиков вообще нет. И этот мимик реально очень сильно пугает. На него также действуют талисманы, Эллойда, рабочий крюк, темные наручи. Бездонная глотка. Куда там, интересно, помещаются руки и ноги? Куда там, интересно, помещаются руки и ноги? Блин! Какого черта? Да уж, хитбоксы атаки у мимиков во второй части еще, наверное, круче, чем хитбоксы стен. Еще битву с мимиком здесь осложняют вот эти вот расставленные здесь бочки с ядом. Я вот не помню, знак алчности здесь с них выпадает или нет. Твою мать, он даже с жопой умудряется меня съесть. Какой вездесущий мимик. Ладно. Пора уже отправляться к боссу. Можно было восстановиться возле костра, ну ладно, не буду я этого делать. Хотя, возможно, зря. Все, я забываю, что при входе в этот чертов туман... Здесь нет кадров неуязвимости. Ну ладно. Нет, меня еще и отравили. И я еще и разбился. Охранитель могил решил умереть вместе со мной. Зажимают здесь, конечно, ужасно. С одной стороны, пироманка, которая подрывает пуканы. С другой стороны, отравленные бочки. С третьей, хранитель могилы. Сверху нападает тень. В общем, полный набор. Все, как вы любите в серии Dark Souls. Вообще, во второй части очень... Любят разработчики... Заваливать именно количеством противников. Таким образом, они, возможно, компенсируют их качество. Так, по одиночке здесь противники не очень сильные. Если сравнивать с той же третьей частью. И опять маска. Так, что у нас с весом? 64, вполне. Ну, давайте уберем арбалет, чтобы стать еще немножечко легче. И встречайте. Мита. Любительный королев. И эта арена также была бы вся залита ядом, если бы мы не сожгли мельницу. Босс достаточно веселый, хоть и простой. Мита швыряет своей головой, колдует. Может даже сделать захват своим хвостом, который я сейчас попытаюсь отрубить. Но не факт, что у меня это получится, потому что у него, может, быстрее закончится жизнь. Ну, или у меня быстрее закончится жизнь. Эффективно пользуется магией. Да, блин, это отлучься. Что самое интересное, что я сам же натыкаясь на нее хвост и при этом получаю урон. Вот это ее граб. По-моему, если отрубить ей хвост, у нее этот граб вообще пропадет. Ну, вот что-то, видать, или я попадаю не туда. Или хрен его знает, но... Да, напоследок я все же отрубил ее хвост, но... Но она умерла. Не успел я на нее полюбоваться без хвоста. И мы получаем душу королевы Миты. Душа Миты, губительной королевы. Жившей в земляном пике. Королева так стремилась завоевать короля, что ради обретения красоты отравила себя, забыв про все на свете. Порой любовь поистине безумна. Я уже говорил немного про эту королеву Миту, которую, возможно, любила... Так, я не побежал не в ту сторону. Железного короля, так как его замок находится здесь неподалеку. Как раз его владение мы сейчас и посетим. И это тот самый лифт, из-за которого возникает очень много вопросов. На самом деле мы уже находимся не в самой мельнице, а как бы за ней, в горе. И поднимаемся на ее вершину. Где находится Железный замок. И сверху можно залезать какие-то странные отверстия. Непонятно, для чего они были сделаны. И этот замок полностью сделан из железа. Железная цитадель. На этих островках, которые горят, лежат предметы. Мы очень часто здесь будем их встречать. Но перед тем, как их брать, нужно запастись огромным резидистом к огню. В данный момент у меня не получится этого сделать, поэтому я оставлю это на потом. И здесь нас сразу же встречают такие вот рыцари. Железные рыцари, самураи, которые умеют очень быстро бегать. И, кстати, перед тем, как продолжать эту локацию, я хочу все-таки сходить... Или не хочу. Да, мне надо сходить в Маджулу, чтобы хотя бы поменять Ковенант. Вернемся в Ковенант Лазурного пути. И из одежды у нас практически ничего нового не появилось. Побегаем пока в этом. По оружию можно либо дальше бегать с Утиготаной, либо можно даже ради интереса еще побегать с большой дубиной. Но для начала нужно ее немножечко усилить. Купим 7 больших кусков. И у нас получается дубина плюс 6. Я не могу пользоваться дубиной в одной руке, поэтому берем щит. И пока побегаем так. Ну что ж, давайте посмотрим, смогу ли я... Да, смогу. Но это была, скорее всего, контратака. И я думаю, что я не всегда смогу с первого удара их убивать. И здесь к нам должны... В чем огромный плюс этой дубины? То, что она может прибивать врагов в пол. И это очень сильно облегчает битву против различных фантомов. Но так же, да, она очень медленно и от нее легко вернуться. Но, учитывая, что фантомы тут не особо умные... Хотя иногда они очень даже умные. Ну, по крайней мере, это не относится к фехтовальщице. Она не особо уворачивалась от наших атак. Ладно. Для строты ощущений против них можно поставить каменное кольцо, которое еще больше будет сбивать их равновесие. Но я думаю, что это уже будет излишнее. Ладно, пока оставим как есть. Давай. Нас уже встречают. Не достал. Это еще не самая большая дубина в этой игре. Здесь еще больше. Есть огромная дубина. Которая еще здоровее, еще медленнее и еще дамаговее. Так. Вот эти рыцари очень сильно любят нападать сзади. Здесь у нас предмет, но этот огонь, он... Его, конечно, можно взять, если использовать там различные резисты, включить различные резисты к огню и облиться водой. Но, скорее всего, я все равно умру, поэтому... Этот огонь потом впоследствии все равно можно отключить. И ключ, который там лежит, он мне в данный момент все равно не нужен, поэтому возьмем его позже. Но здесь у нас новый персонаж. Магеролд из Ланафира. Имеет тот же сет, с которым мы начинали игру. Можно сказать, что он наш соотечественник. Имеет тот же сет. Это хорошая игру, в этих частях. Их кейт даже использовал его для строения стены. Но... Но, в то время, что было слишком тяжело, и это сломанно сняли. Пиры спутали из-за земли, и место в том, что это было. В least, что это было бы сказано. Это плохая история, да? Так, что будет? Что-то для вас сегодня? Эй, ты знаешь, что-то, 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 что-то. Он говорит очень плохо. Субтитры делал DimaTorzok Итак, Магералд, охотник за сокровищами, по совместительству торговец, также он по совместительству еще кое-кто, но об этом мы узнаем позже Рассказывает, что меч Бенхарта, скорее всего, подделка Также рассказывает, что этот замок построен из металла и, скорее всего, из своей тяжести он погрузился под землю Отсюда можно наблюдать статуи огромного быка и место, где пройдет сражение с боссом Отсюда даже можно видеть в проходе той разрушенной башни Туман Войны Также у него можно применять фемиамы, чтобы снижать требования для заклинаний А еще он продает два сета Это сет шута Яркая шутовская шляпа, забавная вещь для примерки Шуты это не просто завсегдотая ярмарок У многих из них есть и другая тайная жизнь, которую они тщательно скрывают Каждая часть сета имеет свой уникальный эффект Шапка увеличивает шанс найти предмет Одежда нейтрализует критические удары врагов Перчатки увеличивают количество получаемых душ И штаны уменьшают урон от падений Также он продает сет бандита Когда началась война в землях Форосы, воцарило беззаконие Мирные граждане стали бандитами и разбежались по другим странам Кольцо проклятого укуса Одно из колец укуса, прославившихся своим необычным видом Увеличивает сопротивление к проклятию Человеческая фигурка, зеленый цветок, черная огненная бомба, угольная смола Порошок, монеты И четыре камушка, знакомые нам еще по первым в Dark Souls Знак Здравствуйте Лица, вырезанные на старое древесине Если бросить их на землю, они заговорят Несмотря на почтенный возраст этих деревянных лиц Видно, что их вырезал мастер Но об их создателе ничего не известно Это лицо говорит Здравствуй Правда оно выглядит дружелюбным? Остальные имеют такой же лор, только говорят они другие слова И кто играл первый в Dark Souls, конечно же, помнит, что их мастером является Гох И чтобы показать, давайте одну штучку я куплю Также я куплю ароматную ветвь былого Еще он продает несколько заклинаний Стрела души, большая стрела души, тяжелая стрела души Большая тяжелая стрела души Острожное падение Вот это поинтереснее Это заклинание помогает действовать незаметно и снижает урон от падений Данное заклинание может вам помочь, чтобы добраться до определенных мест И не сломать при этом ноги Восточный край мира Дом не только для доблестных воинов В этой стране зародился Орден Рыцарей Тени Неслышно выполняющих любые, даже самые неуполнимые поручения Темный Град Порча, которую создавал из старого заклинания Ведьмак Джилей Накрывает противника с ферми тьмы И буря тьмы Эзотерическое заклинание Навлаана, печально известного мага-изгнанника, создает вихер темного пламени Евретик Навлан был казнен вместе со своими жителями его деревни, а его имя оказалось под запретом Поговаривают, что так поступили, потому что он пытался возродить запрещенное искусство воскрешения Хм Достаточно интересный лор Здесь мы впервые По-моему, впервые Видим упоминание Еретикана Влана О котором мы еще услышим в этой игре Если закупиться у него на 10 тысяч душ, то он Подарит нам Хорошее кольцо Но я закупился у него только на 9500 душ Давайте еще что-нибудь купим у него на 500 душ Но на 500 душ у него, блин, ничего нет У меня души закончились Давайте какую-нибудь душу гордого рыцаря съедим И купим, например, у него какой-нибудь колпак шута Кольцо с золотым змеем Сразу же плюс 1 Считывая, что у нас даже обычного не было Это очень хороший подгон Кольцо с золотым змеем Золотое кольцо с изображением змеи Одновременно и слуги и воплощения бога желаний Зиндера традиционно жадно считается грехом Но лишь трус боится любой тени Это кольцо очень хорошо увеличивает дров с противников И вот что дает этот камень Таким образом, как бы, можно общаться с другими игроками в PvP Либо жестами, либо вот такими камнями Для начала сходим сюда Этот рыцарь вроде как ничего не подозревает А, теперь уже подозревает Похоже, что дубина кладет их реально с первого удара Даже, даже не на контре Я даже не ожидал, что будет так все хорошо Ключ камень фараса В этих урнах налита вода И как раз, если вы хотите повысить твой резист от огня То можете искупаться Здесь у нас очередной скрытый проход За которым находится вот такая вот баллиста Вроде кажется, для чего она здесь вообще нужна Огненная стрела Здесь еще одна Скрытая стена За которой стоит ничего не подозревающий рыцарь Похоже, ему понравилось Он все еще ничего не подозревает Так, если я пройду сюда То я вернусь в самый первый зал Главное успеть замахнуться Черная катана Хороший дроп Катана из черной стали Оружие олонских рыцарей Один из самых крепких мечей в своем роде Излюбленное оружие тех, кто предпочитает убивать одним ударом В Ниросвета своей страны Старый Железный Король любил принимать странных гостей Из дальних земель и развлекать их Большинство из них были шарлатанами Но среди этого никчемного сброда попался и Обладающий необычной техникой рыцарь Из дальних восточных земель В качестве благодарности за гостеприимство Он обучил воинов Железного Короля Своей технике владения мечом И это, похоже, идет речь о Сериалоне И все говорит о том, что вы, как Старый Железный Король И его королевство существовало до Королевства Дранглик и Вендрика Но Есть одно но Которое мы узнаем позже И это но Портит всю временную картину Доспеха Лонского Рыцаря Получал я стрел Да блин, как он так умудряется попадать? Упс Даже попить спокойно не даю Да, эта дубина реально очень сильно упрощает Эту локацию Здесь у нее было бы Туговато тут совладать с этими Олонскими рыцарями Которых здесь огромное количество Да еще и в разных вариациях Душа Гордого Рыцаря Порошок Так, а это у нас Рыцари-Капитаны Если они дадут хоть что-нибудь С вас это, то мы обязательно про них что-нибудь узнаем Задрал Нет О Кольцо жизни плюс один Мерцающий Титанит Все, варь Так, стоп Нет, не так валим По-другому валим Здесь у нас мост Но пока до него Никак не добраться Нужно Нужно дернуть рычаг Эту дверь пока лучше не открывать Там самая настоящая Бойлерная Крематорий Давайте используем человеческую фигурку Хоть моего лица и не видно, но Здесь надо будет призывать опять ЛКТЛ Так что у меня бутылок совсем не осталось Давайте немножечко Самоцветов съедим Да, что в тебе Жаль Я думаю, получится сразу двоих И, кстати, здесь можно неплохо фармить души Ну, по крайней мере, это первая локация, в которой можно это неплохо делать Чтобы выключить жар в нашем крематории, нужно покрутить немножечко этот вентиль Так, этот парень что-то заподозрил и пошел нас искать Здесь у нас еще один рычаг, который опускает этот мост с другой стороны Этот совсем не обязательно делать, но Можно сделать И он нас все-таки нашел Да Когда я открываю двери, я бессмертен Странный, конечно, Dark Souls различные условности Большой осколок титанита Каменевшая кость дракона Сюда, кстати, абсолютно не обязательно заходить Но Если вы хотите быстрее пройти в другую часть этой локации То можно воспользоваться вот таким вот своего рода шарфкатом Но будьте осторожны Потому что вот этот бой может стать смертельным для вас Потому что вот эти вот штуковины очень больно взрываются Если вы будете тут махать каким-нибудь размашистым оружием Либо сам рыцарь может махать своим мечом И взорвать все тут чертям Старый лучистый, самоцвет жизни с железной Железный, тут и зеленый цветок Так, на эту лестницу мы пока не пойдем Обследуем часть этой локации до конца Так, я вот не помню, отсюда можно подняться наверх Да, отсюда можно И здесь у нас еще горячая земля Пока что Мы туда не пойдем Заберем все эти предметы на горячей земле потом Здесь нужно не упасть Даже прыгать здесь не надо Можно просто быстрее пробежать Еще одна дверь Кстати, да, может было намного проще пройти Так, мы опустили мост И что здесь осталось? Осталось здесь буквально еще пара предметов Несколько рыцарей Так Неприятная ситуация Я сказал несколько рыцарей, но Тут еще дохрена и больше И шлем Алонского рыцаря Так, перед тем как Брать Этот предмет Давайте разбираемся с этим застранцем Так, ему, по-моему, можно сделать бэкстеп Но я не дал ему встав Здесь у нас можно призывать лукотель Сделаем мы это немножечко позже Что-то не получается Забэкстабить его Так, здесь вроде как все И можно почитать шлем Алонского рыцаря Такие шлемы носили Алонские рыцари Связь между Алонскими рыцарями, служившими Старому Железному Королю Была крепче стали Но в итоге всех рыцарей поглотил огонь Уничтоживший замок Очень сильно напоминает историю Гвина И его черных рыцарей Так, здесь у нас даже еще и доспех лежит Так, и тут надо Аккуратненько прыгнуть Большая душа, пилюли красной пиевки Фух, что-то я аж дрогнул Здесь нам предстоит еще один прыжок Ах, как же я не люблю прыжки в Dark Souls А здесь их просто охренительное большое количество Каменевшая кость дракона При том, что прыгая во всякие вот такие труднодоступные места Не особо-то что-то получаешь Обычно это какие-то расходники Которые можно найти и в других местах Но вот здесь можно найти Цвай Цвайхендер Цвайхендер Прямой меч с очень длинным клинком Один из немногих великих двуручных мечей Легко догадаться, что держать Цвайхендер нужно обеими руками Его вес так велик, что владелец меча должен быть очень силен Вот такой вот меч Причем я даже могу им пользоваться Обычный удар по диагонали Сильный удар Выпад Ну, по крайней мере, это в двуручном хвате В одноручном То же самое Но кроме выпада Сильный удар Это Такой вот тяжелый, вертикальный Здесь также можно использовать камень Фароса Чтобы облиться водичкой Не будем тратить камни в пустую Я обязательно позже побегаю С каким-нибудь великим двуручным мечом Но пока попользуемся дубиной Я даже не ушибся, удивительно Лукотель из Миры Да, нужно ее призвать Это, по-моему, будет наша третья с ней битва И после третьей битвы Можно ее больше и не призывать никуда Этого будет достаточно, чтобы Можно сказать, выполнить ее квестовую линию Ну что, лука Нас ожидает достаточно противный босс Я бы не сказал, что он прям суперсложный Но без щита будет, я думаю, проблематично с ним совладать Учитывая, что у меня еще в руках Огромная дубина Которая против него будет Возможно, не самым эффективным решением Самая главная проблема Это лукотель Которая может Так, большая дубина под угрозой И он решил зажечься немножко Лука, ну что ж ты так подставляешься-то Блин, она вообще ничего не делает Большая дубина сломана Аааа, вот черт А заодно и я сломан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встреча с來 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...